Новейшие компьютерные технологии как способ оживить современное искусство. В Москве открылась необычная выставка, где размыта граница между творцами и участниками. Там каждый может создавать неповторимые образы, нисколько не опасаясь за последствия. Они пищат и светятся, потому что все чувствуют. Современный голландский художник Даан Розегаарде, похоже, превратил пластиковые стебли, светодиоды, сенсоры и провода в живой организм, который реагирует не только на звук или прикосновение, но и на появление человека рядом. В Голландии мы выставили эту работу в обычном подземном переходе, и было очень смешно смотреть на людей. Одни фотографировались на ее фоне, а каждый второй ребенок так и норовил вырвать стебель и унести домой. Интересно, что будет в России? В России вообще такое происходит впервые. Сразу 26. То ли арт-объектов, то ли диковинных изобретений сразу и не скажешь. И кто бы мог подумать, что, к примеру, сложные компьютерные коды можно сделать искусством? Новые технологии в руках современных художников – это такие же материалы для творчества, как камень, глина, холст или краски. Вот в этом водовороте цифр, букв и знаков – то и дело высвечиваются разные слова и фразы, которые выхватывают наш взгляд. Чем этот бурный поток информации не символ интернета? Всемирная паутина, блоги, социальные сети, данные навигаторов – всему, чем пользуются люди в новом веке, художники подобрали любопытные метафоры. Будь то схема 205 тысяч полетов на США только за одни сутки, или большой взрыв счастья. Каждая точка здесь – слово «счастье» в интернет-дневниках. На выставке каждый может оставить даже небольшое видеопослание. Наличие смысла необязательно. Чтобы оставить свою запись, встаем напротив камеры. Теперь это будет повторяться снова и снова и транслироваться в одном из окон вот на этой стене. Используя даже самые передовые цифровые технологии, художники, похоже, все-таки тоскуют по далекому прошлому, когда создание самой обычной фотографии требовало неподвижности и невероятного терпения, а любое движение моментально запечатлевалось навсегда. В таинственном венецианском зеркале отражаются сами зрители. Вот только время в зазеркалье течет как-то по-другому, напоминая о бренности и скоротечности. Инсталляцию одуванчик, напротив, избавили от философии. Это же так весело – сдувать виртуальный пух настоящим феном. У многих людей страх перед новыми технологиями. Они думают, что ничего не поймут и все испортят. Но эта работа показывает им, что все это легко и даже приятно. Поэтому одуванчик пользовался невероятной популярностью на такой же выставке в Лондоне. Дотошные зрители, конечно, разглядят и камеры, и микрофоны, и проекторы, установленные повсюду. Но художники призывают все-таки видеть глубже. Вы не боитесь, что люди, зрители, будут все это воспринимать как компьютерную игрушку, а не как произведение искусства? Конечно. Сегодня все люди пользуются компьютерами и интернетом в основном для развлечения. И в этом нет ничего плохого. Но мы хотим показать, что за любым изображением на их мониторе всегда есть еще и неожиданный, скрытый смысл. Алексей Зотов, Павел Болконский, Мария Емельянова, Первый канал.